Брест Доказывали, что мы действительно достойны там играть Но немножко не получилось у нас Мы приложили к этому максимум усилий, чтобы играть в экстралиги Но что-то у нас не получилось Где-то мы сами виноваты, где-то нам не позволили соперники Но на данном этапе, ребят, надо смотреть объективно Это наш уровень Раз мы тут играем, значит мы этого заслуживаем То, что в Бресте наконец-то стали относиться к хоккею серьезно Свидетельствует приглашение на должность главного тренера Белорусского специалиста Андрея Ковалева Чей послужной список украшает работа в КХЛ в Минском Динамо И это вовсе не пиар-ход, чем порой славится брестский спорт Чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки Нужна, наверное, какая-то определенная величина Даже для молодых ребят, вот этих 6-5 года Для 9-го года, ну, под его руководством поработать Это только будет плюс даже для их будущей карьеры Как мне показалось, и я так думаю, что все-таки Брест более заинтересован развивать хоккей И ходило уже, что они имеют хороший футбольный клуб И гонбольный хороший, они просто захотели хоккейный сделать Я приветствую, что регион начинает вкладывать И в Брестской области, по-моему, больше всего катков Развивается Конечно, он заставляет нас играть в умный хоккей Он сам поиграл очень много на высоких уровнях И есть у него чему поучиться, и он нам дает это В прошлом сезоне Ковалев трудился в польском Гданьске Автоматика и Брест примерно равны по табличным показателям В рейтинге своих чемпионатов 9-е, 11-е места Любопытно, какая команда сильнее по ощущениям специалиста Просто школа больше у ребят наших Может, средний уровень здесь, может, и повыше средний Но там были 3-4 очень хороших рыбов Прошли сборную Чехословакию, молодежная Были пару хоккеистов, да Исходя из тех же результатов Кубка Брест видится одним из фаворитов экстралиги Б И нацеливается именно на повышение в классе Напомним, что в переходной турнир попадут две сильнейшие команды дивизиона У нас даже премиальные предусмотрены только если мы будем идти на первом-втором месте Я думаю, этот турнир, который мы играли, показал, что задача вполне реальная Мы можем бороться за экстралигуа Я не считаю, что мы какие-то явные фавориты Да, мы, может быть, хотим такими быть Но надо еще поиграть, чтобы понимать, кто мы Однако старт команды в чемпионате не получился гладким После побед над Барановичами и командой У-18 Последовало домашнее поражение от Бобруйска Возможно, виноват психологический момент Тоже, знаете, когда команда спускается там с уровня выше на уровень ниже Тех же ребят настроить, это тоже не так-то просто Найти мотивацию Ребята хотели очень, думали, что Наши руководители хоть и надумаются Ну, они не стали отрезать лигу Не очень надеялись Но я говорю, вы не ждите помощи ни от кого Только вы сами можете помочь себе Состав дружины наполовину состоит из собственных воспитанников Средний возраст команды около 23 лет Молодой в том числе легионерский пул А самый опытный как есть Игорь Коваленья В свое время становившийся чемпионом в составе юности У нас даже на данном этапе, у нас команда очень молодая У нас там только Игорь Коваленья, который, ну, ветеран, можно сказать Все остальные ребята в таком хорошем хоккейном возрасте У которых есть куда расти, есть куда развиваться Ищем центрального, конечно Хотелось бы нам эту ось укрепить Пришли, конечно, к нам опытные ребята Да, я думаю, и мы за лето добавили В игровом плане Ну, есть там моменты потянуть физический Тактический И психологический Но мы готовы с таким составом бороться за эти первое-второе место Впрочем, никто не ставит во главу угла сиюминутный результат Сергей Сушко хочет выстроить правильную хоккейную пирамиду В основании которой будет находиться эффективная работа детско-юношеской школы За больше, чем десяток лет существования Она не может похвастать большим количеством качественных выпускников Брест хороший город, большой, у нас должны быть свои ребята, свои воспитанники Поэтому мы пытаемся, пытаемся начинать с самых маленьких Потому что вот эти средние возраста 2002, 2003, 2004, 2005 У нас, как ни печально, они у нас безвозвратно потеряны У нас это просто катастрофа Очень-очень большое внимание Очень много времени посвящаем именно набору, донабору То, что жизненно важно в будущем Заинтересованность власть имущих в развитии и финансовая стабильность Два кита, на которых обычно прочно стоит успешность любого спортивного клуба По заверениям Сергея Сушко, и то, и другое у Бреста есть Нам повезло, что у нас губернатор, он такой недалекий от спорта человек Он сам активно занимается спортом Поэтому с ним просто искать какие-то варианты И какие-то вести переговоры о чем-то Это абсолютно не тяжело У нас есть такая подушка безопасности Понимаете, которая есть определенные договоренности Которые каждый месяц соблюдаются И которые, ну, мы знаем, что ниже определенного финансового порога мы не опустимся Мы не привязаны к одному какому-то предприятию Или к одному какому-то человеку У нас пул предприятий, которые нам помогают Они все дают по чуть-чуть, но этого хватает, чтобы мы более-менее себя спокойно чувствовали Если тут обещают, то все выполняют Сейчас у нас нет никаких, практически нет никаких вопросов Выходите только и играйте, ни о чем не думайте Пытаются, пытаются, ну, тяжело, тяжело Знаете, что разные клубы по-разному финансируются Ну, стараются помочь В общем, желание быть выше и сильнее у Бреста есть Дождемся зримых результатов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин